Здравствуйте, уважаемые подписчики! Рад вас приветствовать! Сегодня я хотел бы рассказать о курсе по изучению C++, который делает мой коллега Иван Сергеевич Макаров. Давайте с ним познакомимся. Здравствуй, Иван! Привет, Тимофей! Рад всех также приветствовать. Большое спасибо за приглашение. Вань, ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Когда ты пришел на кафедру? Помню. Это было в декабре 2017 года. Мой коллега предложил мне поработать учебным ассистентом. Тогда это был третий курс. И весной я должен был впервые начать читать курс по практике программирования с использованием C++ для студентов третьего курса. Да, в тот момент, я помню, этот курс назывался «Не так». Мы его делали на ФМХФ для небольшого потока в три учебной группы. Ты был одним из преподавателей. А когда я тебя пригласил заменить меня на лекции? Это было в тот же году? Это было уже на следующий год. То есть, это было осенью уже 2018 года, когда я впервые начал читать лекционную часть этого курса. Уже годового, осенний и весенний семестр. И параллельно с этим вести семинары. Вань, я помню, что ты довольно рано включился в разработку программы курса. И потом я тебе этот факультет просто передал целиком. Сейчас это два факультета, правильно? Да, сейчас это уже семь групп. То есть, примерно 105 студентов. И, соответственно, у них я веду полный годовой курс. Семинары веду я у двух групп. А лекционную часть мы в итоге отменили, потому что она не показала себя успешной. Потому что курс ориентирован на практику. Так, Вань, спасибо тебе большое. Расскажи нам немножко о своем, как сказать, Enterprise Production опыте как программиста, не как преподавателя. Я успел уже достаточно много где поработать над различными проектами. Начинал я, конечно же, в МФТИ. Причем начинал я в лаборатории экспериментальной технологической физики. И в ней занимался по части разработки программного обеспечения моделированием различных физических процессов. Затем я попал уже на кафедру информатики и вычислительной математики в МФТИ, где, соответственно, начал вести курс с 2018 года. А параллельно этим я занимался научной работой, которая была посвящена разработке программного обеспечения для финансовых рынков. После этого я работал в представительстве французской компании Averis, где занимался разработкой программного обеспечения для автоматизации аптек во Франции и в ее доминионах. А позже снова вернулся в МФТИ и сейчас работаю ведущим программистом-разработчиком в лаборатории волновых процессов и систем управления, где занимаюсь разработкой интеллектуальной системы для планирования движения поездов. Это очень круто. Вань, скажи, пожалуйста, давно ли ты интересуешься языком C++? Почему C++ для тебя так интересен и принципиально важен? Думаю, это сложилось исторически. Еще в школе я активно участвовал в различных соревнованиях по мобильной робототехнике. Начинал я, конечно, тогда с простейших систем на основе LEGO Mindstorms, но позже перешел уже на Arduino, на процессоры PIC32. Помню, с ними возникало еще много проблем. И эти системы уже программировались на C и на C-подобных языках. Позже я уже углубился непосредственно в C++. Помню, летом 2010 года на летних каникулах я три месяца посвятил изучению C++ по первой книге, которая у меня тогда появилась. Это «Лебеди Страуструпа» еще первого издания. И это было еще до C++11. И тогда же, фактически с того момента, я начал углубленно изучать C++. И, соответственно, уже 10 лет изучаю этот язык программирования. Ну, параллельно с этим я делал акценты и на других языках программирования, таких как Python и Assembler. Но основной мой инструмент – это все-таки C++. Вань, я помню, когда ты появился в нашем учебном курсе, тогда еще на физхимии, одновременно на ФБМФ он шел, ты стал ратовать за применение современных стандартов. И я для себя открыл, то есть я, конечно, знал, что там уже 2011 год давно прошел, уже там новые стандарты. Ты можешь кратенько рассказать, как и почему, то есть твое отношение к этим стандартам, к новому C++, насколько ты им интересуешься, насколько ты его знаешь? Мое отношение, Тимофей, к новым стандартам очень положительное. Ну, здесь стоит сразу сделать такое пояснение, что стандарт C++ новый – это C++11, который был опубликован фактически в 2011 году. А далее были стандарты C++14 и C++17, которые фактически являются некими дополнениями. До этого большое количество кода было уже написано на стандарте C++98, и этот код, он местами бывает достаточно сложен и непонятен. Программистам приходилось изобретать какие-то достаточно сложные конструкции и механизмы, и многих сильно отталкивает вот эта сложность в языке C++. Однако новый стандарт, он привнес огромное количество механик и инструментов, которые сильно упрощают процесс разработки и также позволяют не привлекать какие-то сторонние инструменты. Например, с помощью средств стандарта C++11 можно спокойно разрабатывать многопоточные приложения, задействуя все ресурсы современных компьютеров. Раньше, конечно же, приходилось бы привлекать дополнительные библиотеки и инструменты, и это достаточно сложно для начинающих программистов, которые плохо еще освоились C++. Вань, скажи мне теперь про сам учебный курс. Сейчас мы с тобой разговариваем для аудитории интернет-канала, и там много людей, которые выпустили всю жизнь из института. Ты можешь рассказать про этот учебный курс, почему он, во-первых, им подходит, чтобы они оценили, и второе, как сказать, о чем этот учебный курс? Этот курс, он рассчитан на тех людей, которые представляют, что такое программирование, и в каких ситуациях программирование может упростить им жизнь. Вовсе не обязательно уметь программировать на каком-то конкретном языке программирование. Курс подходит для начинающих, кто понимает, конечно же, принципы работы компьютера и какие-то базовые вопросы информатики, и готов углубиться в те задачи, которые эффективно решаются с помощью инструментария C++. Это задачи разработки высокопроизводительных вычислительных систем, каких-то прикладных проектов, различных библиотек, ну и многих других инструментов. Ты так смело сказал, что необязательно иметь никаких первоначальных навыков, но судя по тому, что я видел по программе твоего учебного курса, все-таки какие-то первоначальные знания, там языки C, например, хотя бы, да, все-таки нужно иметь, наверное, да, то есть понятно, что человек там не знает, может не знать плюсы. В целом это необязательно, потому что первая часть курса, а мой курс разделен на два модуля, так вот, первая часть, она начинается с самых основ, это с типов данных, которые рассматриваются все по очереди на простейших базовых примерах. Дальше мы будем рассматривать функции, затем классы, шаблоны, и во второй, во втором модуле нашего курса уже затронем более сложные инструменты, которые опираются на стандартную библиотеку и на дополнительные библиотеки, вот, а также посмотрим на некоторые инструменты, которые применяются при разработке программного обеспечения, такие как ГИД, КУТЭ, БУСТ и некоторые другие. В МФТИ есть отдельное подразделение, Центр дополнительного профессионального образования, который предлагает различные курсы и даже целые специализации для широкой аудитории. На этих курсах вы можете получить определенные навыки, повысить свою квалификацию, а в качестве бонуса также получить удостоверение от МФТИ установленного образца. В разделе новостей здесь указываются запускаемые курсы, в частности, самым последним курсом предлагается практика программирования с использованием C++, который начинается 2 ноября. Можно посмотреть краткий анонс этого курса, здесь указано краткое содержание, входные и выходные результаты, и здесь же вы можете оставить заявку, чтобы получить дополнительную информацию об этом курсе и записаться на него. Этот курс идет от Центра дополнительного обучения профессионального МФТИ, то есть дипломы, которые получают выпускники этого курса, это по сути дипломы МФТИ. Понятное дело, что это не бакалавриат, не магистратура, это дополнительное профессиональное обучение, как курсы переквалификации, подготовки, но для тех, у кого есть высшее образование, это, может быть, самый лучший вариант, потому что здесь вы идете на конкретную учебную программу, на конкретную задачу вы получаете диплом МФТИ. Кроме того, я еще раз хочу Ваню представить как очень хорошего специалиста, он и как разработчик очень крут, и знание его из ЗКСИ++ намного больше, чем у меня, и как преподаватель он замечательный. Иван, наверное, следует сказать аудитории, что этот курс платный и довольно сильно платный. Можешь кратко сказать, сколько это стоит? Да, конечно же. Полная стоимость курса составляет 100 тысяч рублей. И здесь я сразу хотел бы отметить, что уже существуют аналоги, скажем так, конкуренты нашего курса от известных образовательных центров, и я хотел бы отметить некоторые акценты, которые ставятся именно в нашем курсе. Первое – это сложность C++. Очень многие люди, когда впервые знакомятся с этим языком программирования, с инструментарием C++, обращают внимание на то, что это очень сложный язык программирования, и неправильное его изучение может оттолкнуть людей от дальнейшей работы C++. Поэтому наш курс структурирован таким образом, чтобы максимально упростить понимание основных механик C++ и, соответственно, не дать вам закопаться во всяких технических деталях. А чтобы вам было проще в них разбираться, я, как преподаватель, буду доступен в любое время, и во время занятий, и в процессе выполнения вами домашних заданий, и могу консультировать и подробно отвечать на любые ваши вопросы. Второй момент – это длительность нашего курса. На сайте Центра дополнительного профессионального образования вы можете прочитать, что курс длится 12 недель. При этом это предполагается, что каждую неделю вы будете работать достаточно интенсивно. Это будет два занятия и два задания для самостоятельной работы. Примерно 12 академических часов в неделю. Соответственно, такая длительность курса позволяет вам в достаточно сжатое время интенсивно получить необходимый объем знаний, который позволит вам разрабатывать самостоятельно, без, скажем так, дополнительного контроля, программные компоненты средней сложности, и получить крепкий фундамент для дальнейшего развития. Ваня, спасибо тебе большое, что ты согласился на эту встречу. Я рад, что нам удалось с тобой записать этот обзор про тебя и про учебный курс. Потом мы получим фидбэк от наших слушателей, узнаем, как твой курс там удался. Спасибо тебе большое, до свидания. Спасибо большое, Тимофей. Счастливо.